В Санкт-Петербурге ситуация по-прежнему очень тревожная. Не успел утихнуть скандал с концертом Басты, как новый повод закрыть все, подкинуло уже учреждение высокой культуры Михайловский театр. В эту пятницу на Золушке полный зал. В масках явно не все. Из Санкт-Петербурга наш корреспондент Максим Васильчук. На 10 праздничных дней запереть музеи и театры, остановить общественный транспорт в новогоднюю ночь. Такие жесткие правки внес губернатор Александр Беглов в свое же постановление об ограничительных мерах. Но оказалось, главное, чего не готовы вынести в Санкт-Петербурге, это полного закрытия баров и ресторанов с 30 декабря по 3 января. Споры о том, где же в Питере пить в Новый год, были похожи на партию в пин-пун. Смольный предложил отмечать дома. Общепит – рассадник инфекции. А в городе уже почти по 4 тысячи заболевших в сутки. Рестораторы подачу отбили. На кону 60% запланированной выручки. В бизнесе не бесконечное количество денег, из которых можно платить зарплаты и аренды арендодателям. Другие затраты, налоги те же самые, которые никто не отменял. Есть какой-то предел, за которым, собственно, банкротство, закрытие бизнеса. И вот в первую волну далеко не все смогли подняться. А во вторую волну, вот в эту вот, боюсь, что потери будут еще более серьезными. На сторону Смольного встали врачи. Ведь даже пик заболеваемости в северной столице еще не пройден. Если вам кажется, что вот эти массовые мероприятия крайне необходимы вам сейчас, вы глубоко заблуждаетесь, потому что вы можете и не болеть. Это очень опасная инфекция, которая переносится очень тяжело. И поэтому вы, молодые, можете быть носителями, но пострадают люди, которые находятся рядом с вами. Реанимация заполнена, пациентов очень много. Мы не успеваем, в общем-то, выписывать одних, и поступают уже другие. Поэтому все время мы в работе. Процент коечного фонда свободный уже меньше 10%. Если, конечно, ситуация будет развиваться такими темпами, как сейчас она развивается, то мы имеем, условно говоря, риск действительно столкнуться с ситуацией, когда нам некуда будет госпитализировать. Рестораторы предложили альтернативу. Закрыть кафе и бары только на два дня. Остальное время разрешить работу в полной мере. И еще строже следить за масочным режимом и дистанцией. Мы могли бы разграничить помещение со строгим контролем. Все равно проверяющие ходят. Пусть они ходят, пусть они стоят даже здесь. Каждый человек из Воспотребнадзора и смотрит, чтобы линию не пересекали. Но большие помещения, которые есть в нашем городе, могут вместить людей. У команды проверяющих на прошедшей неделе что ни ночь, то барный тур. Рейд по увеселительным заведениям. Посмотреть, не наливают ли после 23-х. Самые громкие нарушители на улице Рубинштейна. Мы все понимаем, что работает 1-2% всего от всех заведений общебита, которых 8 тысяч в нашем городе. И соответственно, эти 1-2% они на самом деле несут, сейчас мы это понимаем, значимую угрозу. Все равно. И конечно же мы будем усиливать, и правоохранительные органы с своей стороны будут усиливать проверки. Но и в команде рестораторов многие считают, что временные ограничения лучше, чем полный локдаун. Конечно, мы понимаем, что будут сложности связанные с тем, что нам придется работать с залами только до 7. После 7 мы планируем работать на доставку до 11 вечера. И некоторые из наших точек будут, конечно же, закрыты. А несогласные пригрозили Смольному, что обратятся к президенту России. Ответ получили от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженные ситуации, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты – это просто неуважение к людям. И только к концу недели страсти стали утихать. В Смольный задумался о дополнительных мерах поддержки малого бизнеса. Стороны встретились за ненакрытым столом. Меры принимаются самые существенные, мое мнение. Что рестораны закрывать до 19 часов или до 23, не вижу разницы. А думаю, что до 23 часов они могут работать, если они существенно и правильно относятся к мерам безопасности. Так что на выходные команды взяли тайм-аут и сложили ракетки. Рестораторы вернулись на кухни и в залы. Рассчитывают, что горожане поддержат их рублем. А власти пообещали в начале будущей недели подумать о смягчении запретов, если ситуация в городе улучшится. Максим Исычук, Иван Горбатов, Иван Посидко, Владимир Андреянов. Программа «Вместе» Санкт-Петербург.